Здравствуйте, уважаемые телерадиозрители! Мы сердечно приветствуем вас на передаче «Якутск сегодня» со столицы нашей громадной любимой республики Саха-Якутия, города Якутск. И вот как не сказать, сегодня в городе идёт очень пышный, так бурно снег, и на душе тоже очень, так скажем, стало приятно с одной стороны, но с другой стороны и грустно, потому что хотелось ещё немножко тёплой осени, которые подарил нам в этом году наша природа. Но время берёт своё, и первый снег такой выпал. И в преддверии вот такого большого события у нашего народа говорят, когда снег падает, хорошая традиция. И вот очень надеемся, что будет продуктивной работа сегодня, которая началась в большой четвёртый республиканский форум психологов под эгидой и названием в этом году «Психологическое здоровье. Многообразие подходов». И мы сегодня в нашем эфире передачи «Якутс сегодня» с нашими режиссёрами Михаилом Эверстовым, Ольгой Степановой и я, его сегодняшний ведущий Юрий Семёнов, хочу с нашими гостями обсудить этот вопрос. Итак, в эфире у нас сегодня Кузьмин Анатолий Васильевич, заведующий диагностика коррекционного отдела Якутского республиканского психологического центра. Здравствуйте. И из прекрасного Алдана к нам приехала Черкашина Ольга Игоревна, психолог Алданского филиала Якутского республиканского психологического центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня в республике открыли четвёртый форум психологов Республик Саха-Якутия. Это мероприятие ежегодное, которое собирает в преддверии дня психолога и большого месячника по всей республике психологического, большой форум. И мы знаем, что приехали гости. Это большое мероприятие пройдёт с 4 по 6 октября. Вот прежде всего хочется задать вам, дорогие наши гости, вопрос, почему сегодня такая тема форума, она меняется каждый год, но вот сегодня остановились на теме психологическое здоровье, многообразие подходов. Пожалуйста, Анатолий Васильевич. Ну, все мы знаем то, что сейчас нелёгкое время. Специальная военная операция началась с прошлого года, да? Поэтому мы должны развивать именно психологию людей. То есть люди должны быть в курсе, что происходит, что с ними внутри происходит, и что происходит с людьми, которые вот окружают их. То есть в этом форуме мы в основном затрагиваемся тема специальной военной операции. Потому что, смотрите, наши парни, которые там, они всё равно вернутся. Это рано или поздно кончится. Дай бог. Да. И когда они вернутся, их родные, их близкие, их семьи должны быть готовы к тому, что придут чуть-чуть изменившиеся их родные люди, поэтому они должны быть готовы принять такими, какие они есть, и чтобы работать с этим именно, что чувствует тот человек, который вот пришёл. Готовы ли они к этому, и нужно какие-то меры предпринять именно с точки зрения психологии? То есть республика как государство всё-таки проводит большую работу, чтобы мы на должном уровне в нашем обществе шло правильное восприятие, потому что всё-таки специальная военная операция – это поле боевых действий, когда человек сталкивается на своём жизненном опыте с военными действиями, с жизнью, со смертью, потерей брата своего, бойца, так скажем. Это сложно, это большой кризис, человеку пережить и так далее. И очень важно, как вы сказали, чтобы мы грамотно подготовили родных, близких, сообщества людей, да и самих ребят, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, пережить это всё очень грамотно, ведётся большая работа. Но, наверное, секций много, а не только мы говорим о работе с ребятами, их семьями, которые вернутся из зоны специальной военной операции. Ещё какие секции, почему заостряется вопрос именно психологического здоровья, вообще какие сегодня тенденции в области психологического здоровья у нас наблюдаются, Ольга Игоревна, вот в Алданском районе, может быть, например, или в целом какие тенденции? Ну, тенденции, конечно... Давайте начнём с секции, да. У нас было по поводу СВО, мы много говорили, да. Ну и была ещё одна причина вообще нам всем собраться, да. То, что нам поможет, наверное, в дальнейшем проводить хорошую работу, да. Это вот как раз-таки межведомственное взаимодействие. Взаимодействие между разными ведомствами, это не только там, допустим, психологи с психологами, но и, допустим, с Министерством культуры, с Министерством образования, то есть, да, когда мы все взаимодействуем, у нас результат работы, получается, качество хорошее, да. То есть не только количество, но и качество, вот. То есть психологическое здоровье, вообще фон, это же душа человека, скажем, да. Да, да, когда работаем все вместе, да. То есть у нас получается то, что и население, оно более психологически, да, и подковано, да, и просвещено, и самочувствие лучше у людей. То есть они готовы даже к каким-то стрессовым, да, ситуации. То есть могут противостоять, не упасть в депрессию, допустим, не пойти в аддикцию, да. Вот, кстати, что касается темы СВО, да, что у нас есть такая тенденция, что ребята, которые приходят, они вот как раз-таки у них ПТССР, да, и существует тенденция, они уходят либо в депрессию, либо в аддикцию, да, либо в деструктив вообще. Еще вот сегодня состоялось самое главное событие, это пленарное заседание. Какие ключевые доклады там прозвучали, какие темы, ну, кроме, может быть, скажем, да, там же и приезжали гости. Кстати, кто из гостей приехал к нам в этом году? В этом году к нам приехали из Москвы. Так, сначала дистанционно к нам подключилась Юлия Сергеевна Шойгу, она именно директор центра, который вот оказание психологической помощи именно. У нее был доклад, также приехали с МГУ, заведующей психологической... Кафедрой факультеты психологии МГУ, Веракс, Академия Александра Николаевича Веракса приехали. Какие темы были рассмотрены? Там в основном система межведомственного взаимодействия, именно психологических служб. В Якутии, и не только в Якутии, а вообще по всей России. То есть, получается, у нас достаточно в разных ведомствах есть психологические службы, да? Да, конечно, у нас по республике психологов много, на самом деле много. Минобразование, Минтруд, в основном там больше психологов. Почему межвед? Потому что вот как психология, мы еще только начинаем устояться. Мы еще не устоялись. У нас нет пока закона психологического. В других, например, министерствах есть. У нас это у кого нет? У психологов. То есть, нету специального закона о психологической службе и деятельности, так скажем. Да. Она только вот рассматривается уже в Госдуме, да, по-моему? Ну, на стадии разработки, да. Общественные организации поддерживают, значит, дело двинется вперед. Дело двинется, да. Вот вы сказали, что у Министерства образования своя психологическая служба, у Министерства труда, социального развития своя служба психологов. Ну, Министерство образования понятно. Это, скорее всего, при образовательных учреждениях, при школах, детских садах. Да, есть большой республиканский центр психолога, педагогической помощи, деятельности, который в том числе и ПМПК, который ведет, да, вот. И у вас. А вы к какому министерству относитесь? Мы Министерство по делам молодежи и социальной коммуникации. То есть, ваша ключевая задача, контингент, с кем вы работаете, это молодежь, семьи? Да, семьи, это все население мы охватываем. То есть, в принципе, вы работаете со всем населением. Да. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть Якутский республиканский психологический центр. Он находится в городе Якутск. Вот как он работает, и есть у него филиалы, и как они работают, какова их ключевая цель? Мы находимся на Крушево-36. Мы там принимаем клиентов по различным запросам. Первые две консультации у нас бесплатные. Кризисные – это у нас еще бесплатно. У нас есть льготы, там, скидки для студентов, для инвалидов, для пенсионеров, для многодетных. Конечно, запросы различные. Запросы бывают в основном сейчас, да? Если взять и прошлый год, сейчас очень много поступает запросов по детско-родительским отношениям. Даже отцы, молодые люди, да, мужчины, стали ходить, например. До этого у нас в основном только женщины ходили. У нас-то менталитет какой? Эй, я же мужчина, я не могу туда. Иногда люди до сих пор путают с психиатрами. На учет поставят, да вы что, я туда не пойду, бабушка сына, внука там привела. Конечно, если у человека мотивация, с ним работать легко. А вот кого заставляют, там, конечно, работа, да. Вот обратите внимание, дорогие телерадиослушатели, Анатолий Васильевич сказал очень хорошую, так скажем, необходимость понимать, что вот республиканский психологический центр, который находится в городе Якуск по адресу Курашова 36, и имеет филиалы в каждом районе нашей республики. Не в каждом, у нас почти 20 районов. В 20 районах республики есть филиалы, и там в кризисных центрах, когда у любого гражданина, будь он маленький школьник, будь он взрослый человек, если есть какое-то кризисное состояние, есть какая-то проблема, есть какие-то необходимости решить, ну, трудная жизненная ситуация, то можно обратиться, и бесплатно ему в этом помогут. Но при этом обратите внимание, как Анатолий Васильевич сказал, что это не психиатры, это не психоневрологические диспансеры, здесь просто постараются вывести из ситуации, из кризисной ситуации, помочь, правильно решить проблему, да, которая у тебя сложилась. Поэтому обращайтесь, вам открыты все двери наших центров, психологических центров, которые есть в городе Якутске на Курашова 36, и в 20 районах нашей республики. Вот в связи с этим тоже хочется задать вопрос, а вот Алданский филиал Якутского республиканского психологического центра, какие основные запросы к вам, вообще чем вы занимаетесь? Конечно, спасибо, поняла вопрос. Ну, мы тоже ведем индивидуальные консультации, да, все, в принципе, как у нас в головном офисе, да, мы ведем групповые работы, мы работаем с организациями, такими как МЧС, допустим, да, или золотодобывающие, да, на профессиональное выгораемое. Мы ходим также в школы, ходим в детские сады, тоже мы работаем по профвыгоранию педагогов, потому что это сейчас очень у нас актуально. Вы, кстати, спросили у нас, ну, какие у нас, допустим, запросы, самые такие запросы у нас сейчас, это буллинг, это буллинг в школе, вот, это у нас прям зашкально. На втором месте у нас детско-родительские отношения. А что такое детско-родительские отношения? Это вот, когда проблемы между ребенком, родителем, взаимопониманием, какой-то пример, например, можете привести? Ну, пример. Детско-родительские, это не только вот мать и сын, да, но имеется в виду сын, это ребенок, маленький, это не маленький ребенок, может быть, это будет, может быть, мужчина, который с мамой, который уже пожилая, да, у него какие-то вот травмы или что-то там осталось. Помимо этого у нас в запросе еще увеличились насчет детско-воспитания детей. То есть, вот мой ребенок ведет так, мой ребенок сказал так, сидит дома, вот как-нибудь в таком случае иногда бывают такие запросы в большей степени. И еще запросы по саморазвитию. То есть, человек хочет развиваться, понять, что с ним происходит в таком виде. Помимо этого у нас работает телефон доверия круглосуточный, там консультируют на русском, на якутском языке. Телефон 8 800 135 50. То есть, круглосуточно? Да, круглосуточно. И в любом времени можно позвонить. Вот очень хорошая, сказали, помощь всем. Наш Республиканский психологический центр имеет свой круглосуточный телефон, вон, так скажем, горячую линию, куда можно позвонить, обратиться за помощью, за психологическим советом. Еще раз скажите, пожалуйста, его номер. 8 800 135 50. Спасибо большое. Обращайтесь. Я думаю, любому никому не откажут. Причем и на якутском, и на русском языке доступно окажут определенную помощь. Вот одной из секций работы форума является профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые на сегодняшний день остаются одним из сложнейших вопросов для понимания общества, когда люди вообще сталкиваются, семьи сталкиваются с этим вопросом. Очень сложно в этом бывает разобраться. Насколько сегодня это остро стоит, и какие психологи, что необходимо вообще сделать? Вот одними из самых первых. Смотрите, у нас работает отдел мобильной кризисной службы. Этот отдел именно работает с детьми, пострадавшим от жестокого обращения. То есть ребенок подвергается жестокому обращению, будь это сексуальное насилие, физическое насилие, эмоциональное насилие. И таких у нас много на самом деле. Психологи участвуют в следственных мероприятиях с ребенком, если там участник. В чем заключается роль психолога? Они именно сопровождают ребенка. Минимум год и максимум несколько лет тоже может продлиться. Это зависит от самих родителей, от самих детей. Потому что очень многое зависит от родителей. Родителей, как родитель воспринимает это событие. Бывают родители, которые, ну, не для кого они секрет, то, что скрывают. То, что вот, что такое обращение произошло. Они именно скрывают. Бывают такие случаи. Ну, это простому человеку понять, да, как родитель может своего ребенка оставить в таком положении. Ну, скрывают по каким мотивам, как вы думаете? Ну, например, многодетная семья, малая мужа. То есть просто не обращают внимания, как жили, так и живут, само собой пройдет. А оно не проходит, не зря психологи, педагоги всегда говорят, все от детства, все из детства идет, да. Поэтому, дорогие родители, бабушки, дедушки, вообще вот все, надо обращать внимание, что вот фундаментальная основа развития человека закладывается именно в детстве. И вот это всю жизнь будет это влиять. Поэтому, если случится, ну, не дай бог, вот то, что мы сейчас сказали, да, вот насилие, насилие бывает разного характера. Не только сексуальное, психологическое насилие и так далее. Когда вообще даже взрослые, попадая в различные кризисные ситуации, в том числе, ну, уволились, развелись и так далее. Если вы видите, хоть как-то ощущаете, что ребенок чувствует себя дискомфортно, что он попал в какую-то вот такую, закрылся и так далее, да, обязательно надо обращаться все-таки к профессиональным психологам. Ну, хоть в школе, в каждой деревенской школе у нас сегодня есть психологи или те люди, которые знают психологов. Это надо заниматься, потому что ребенок может закрыться, ребенок может уйти в депрессию, которая не всегда видна, не всегда видна. И вот профессионалы это умеют правильно раскрывать. Это не просто зайди и говорят, говори, что случилось, что как и так далее. Нет, надо очень тонко, грамотно подойти, расположить ребенка к себе и потихонечку, не зря, вот вы, Антон Иосифович, сказали, что в течение года идет работа, даже больше бывает, правда ведь? И когда вот ребенка выводят из этого кризисного состояния, и он возвращается в норму психологического развития. И поэтому этот вопрос остается у нас очень-очень, так скажем, сложным. И вообще в сегодняшнем обществе идет такое сложное восприятие психологических служб. Еще раз хочу обратить внимание наших телерадиозрителей, что работа нашего якутского республиканского психологического центра и его филиалов, это не психдиспансеры, это там на учеты не берут, это вот та вспомогательная служба психологов, которая помогает в нашей ежедневной жизни выйти из определенных трудных жизненных ситуаций, в которые человек попадает, и особенно, когда он один, одинок и так далее. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, дорогие телерадиослушатели, и мы продолжим наш разговор с Анатолием Васильевичем и Ольгой Игоревной о четвертом форуме психологов Республики Саха-Якутия, которым в этом году посвящен психологическому здоровью и его многообразию подходов. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, дорогие телерадиослушатели, и снова с вами передача «Якутск». Сегодня говорит и показывает город Якутск, столица Республики Саха-Якутия. Мы работаем в прямом эфире, телефон 32 00 66 и 32 11 66. Если у вас возникли вопросы, звоните, мы готовы на них ответить. Сегодня мы говорим о четвертом форуме психологов Республики Саха-Якутия, который идет под названием «Психологическое здоровье. Многообразие подходов». И сегодня у нас в гостях Кузьмин Анатолий Васильевич, заведующий диагностика коррекционного отдела Якутского республиканского психологического центра, и Черкашина Ольга Игоревна, психолог Алданского филиала Якутского республиканского психологического центра. Мы остановились на том, что у нас в республике вот уже много лет работает служба психологического центра, которая относится к деятельности курируемой Министерством молодежной политики нашей республики. И наш Якутский республиканский психологический центр имеет 20 филиалов. На территории нашей громадной республики Саха-Якутия работают профессионалы, достаточно большое количество психологов. И мы четко сказали, что нельзя путать их с психдиспансерами, как в народе говорят, да, в этих центрах никто никого на учет не ставит, что здесь именно помогают любому человеку, который попал в кризисную ситуацию, вывести из этой кризисной ситуации, если возникли какие-то вопросы. Мы сегодня сказали, что открылся форум психологов республики. И вот одно из тем, как сказал Анатолий Васильевич, это является все-таки работа психологов с участниками, семьями, участников специальной военной операции. Скажите, пожалуйста, какая вот работа проведена нашим Якутским республиканским психологическим центром в этой части, с какими проблемами столкнулись, где и как вообще работаете вот в этом направлении, раз это одна из ключевых тем форума у нас заявлено, есть. Пожалуйста. Работаем мы с прошлого года, с начала специальной военной операции. Ну, проблема какая? Проблема в том, что мы не знали, как, ну, не то, что не знали, у нас это новое, новый вид работы. Например, наши специалисты работают в госпиталях, это Дальний Восток, Владивосток, Уссирийск, Хабаровск, также Ростов-на-Дону. Наши специалисты уже сейчас тоже находятся там, они там месяц будут там. Ну, каждый месяц мы отправляем туда двух специалистов. Почему двух? Потому что, ну, одному психологу будет тяжелее, потому что нести вот этот груз, всю проблему выслушать, это тоже проблема. Тоже человек, психолог тоже человек. Да, он должен кому-то рассказать. Поэтому они вдвоем идут, анализируют, да, где-то сделали так, что-то нужно было сказать так в этом случае. Как бы для этого мы их отправляем подвое. Также наши специалисты работают вот с лета, да, открылся Государственный фонд защитника Отечества. Там тоже кабинет психолога, там сидит наш специалист. А в основном мы работаем с матерями, с женами, также с самими мобилизованными, которые вот прибывают в отпуск, также с самими демобилизованными. У нас есть группа поддержки жен и матерей. Сначала, конечно, было тяжело смотреть, как, ну, то, что, ну, родителям тоже тяжело. Перейти к психологу и рассказать свою тревогу, что у нее внутри происходит. А когда собираются группами, там мы проводим, например, артерапевтические, телесно-ориентированные терапии. Также вот простое общение. То, что я не одна такая, например, вот у меня тоже вот рядом сидят такие же люди, у которых одна проблема. Да, это действительно вот тоже по, ну, так скажем, нашему примеру, да, как мы сначала тоже же не могли вот эту ниточку поймать, как работать с семьями участников СОО, потому что семья-то находится долгое время в состоянии дистресса, а по итогу-то закрываются люди, люди закрываются, начинается там ненависть, не трогайте меня вообще, отойдите от меня, я вот сам себе, сам собой, со своими вот какими-то вот переживаниями. И мы тоже долго очень думали, очень долго там всех собирали, спасибо большое, там и органам опеки, которые нам посодействуют нашей администрации, да. И мы организовали такой трёхдневный выезд на берег дружбы, лагерь у нас там есть, вот. Там на берегу реки, в домиках. Первый день был очень такой напряжённый. Неформальная обстановка. Неформальная обстановка, да. Собрались матери, жёны с детьми, были дети. И нам было очень, всем, тоже психологи, так, что как, с какой стороны-то подойти-то. Они тоже так на нас посматривали. Одна женщина подошла, сказала, если бы я знала, что вы психологи, я вообще бы сюда не приехала. Ну, то есть такое отношение было. На второй день уже было гораздо проще, потому что мы начали вообще с квеста. Квест — это совместно с детьми. Всё так было очень осторожно с их стороны. Потом все влились в работу. И также проводили упражнения, занятия с методами арт-терапии. Тем более на природе это очень эффективно оказалось. Так что, да, и у нас работа пошла. И в конце, так скажем, заключительного трёхдневного нашего пребывания там на берегу дружбы мы также тоже получали же обратную связь. И не поверите, да, даже слова благодарности были, что вообще вытащили, что вообще хотя бы просто вот на мир посмотрели уже не со стороны вот именно своего вот этого вот локального, да, вот, а именно вот, что люди-то тоже есть. И что я-то вроде как тоже дальше-то жить хочу. Ну, это вот, да, это наш такой опыт. Это самое главное. Вот всем ещё раз надо сказать, что нельзя закрываться, нельзя замыкаться, что жизнь продолжается, идёт. И те, кто поехали туда нас защищать, это очень важно осознавать, что они хотят, чтобы мы жили, мы были счастливы. А нам ещё же их встречать. Мы должны быть в ресурсе, понимаете? Мы же должны всё равно давать какой-то ресурс нашим бойцам, потому что мы не можем быть пустые. Конечно, нам надо. Главная задача – вытащить, чтобы родители, ну, жена, например, чтобы алкоголизма там не было в основном, да, у нас есть такая проблема, чтобы родители. Сейчас есть матеря, жёны, которые сейчас активно что-то делают, например, волонтёрская деятельность там, помочь, свою энергию куда-то вливают. Кто-то начинает уже профессионально печь пирожки, продавать. Ну, главное – их направлять, чтобы они не сидели. Ну, родители, дети тоже смотрят, дети тоже чувствуют. Да, и самое главное, наверное, и общество должно быть к очень таким трепетным отношениям к семьям, которые, вот, участников специальной военной операции. Всё-таки люди находятся в стрессовом состоянии. Это ведь тяжело, когда человек, твой близкий, сын, брат, муж, отец уходит на войну, фактически, так ведь, там, где идёт линия фронта, передавая, тяжело это осознавать. Поэтому необходимо, мы об этом говорим не просто потому, что есть факт, что надо работать, что надо идти, мы хотим сказать, чтобы и общество к этому относилось с пониманием, с терпением, потому что люди выполняют очень тяжёлую задачу, в том числе оберегая наше большое отечество, нашу страну. Поэтому надо относиться к этим. А вот друзьям, чьи друзья оказались в такой ситуации, посоветовать, чтобы они вот тоже оказывали большую простую человеческую помощь тем друзьям, в чьей семье вот есть участник специальной военной операции. Не отходить, не как-то не дистанцироваться, а продолжать жизнь, может быть, уделять больше внимания этой семье. Это очень, мне кажется, важно. Вот вы ещё, Анатолий Васильевич, сказали, что выезжаете, ваши наши специалисты из Якутского республиканского психологического центра выезжают в госпиталя, где и в том числе в Ростов-на-Дону, и здесь, на Дальнем Востоке. Это ведь очень важно, потому что у нас есть много ребят, в том числе чисто говорящих на якутском языке. Они прекрасно, они говорят, может быть, с акцентом говорят, они говорят, понимают на русском языке. Прекрасно. Это не 40-56 лет назад, да, не прекрасно. Но когда приходит специалист на твоём родном якутском языке, который говорит, понимает, да, это, наверное, совсем другой уровень доверия. Да, конечно. Они встречают их с улыбкой. О, Бейкл Гатарбет, да, на якутском. Наши девушки приехали. О, ничего себе. Вот парни, им проще на своём языке свои чувства рассказать. Выразить. Да, выразить. Они не хотят рассказывать про свою боль своим родным, матерям. Им легче рассказать специалисту, который приехал их выслушать. И облегчение у человека, конечно же, идёт. И там на местах есть парни вот с других регионов. Они, например, говорят, о, ничего себе, республика Саха-Якутия заботится о своих парнях. А нам бы так, например, они как бы завидуют. За это надо, наверное, пользуясь случаем, сказать при всей республике огромное спасибо тем девушкам, тем психологам, которые сегодня находятся, которые приехали, ещё поедут в различные территории, где расположены госпитали, где расположены военные базы, которые работают с нашими ребятами, помогают им, берут эту огромную ношу. Как вы, Антон Васильевич, сказали, это тоже ведь самому психологу тоже тяжело выслушать столько людей, дать правильные советы. Очень важно. Поэтому мы вам и всем членам вашей семьи желаем всего самого хорошего, крепкого здоровья, в том числе психического здоровья. Большое человеческое спасибо за то, что вы делаете такую большую работу. И очень надеемся, что наше правительство так и дальше будет продолжать эту работу. Это пример всем регионам, это очень важно. Вот вы сказали, что вы столкнулись с этой проблемой тоже впервые. Какие обучения были? Кого вы обучали? Какой у вас большой штат, если не секрет? У нас, если я не совру, то где-то 70 психологов. Да? Или вру 100? Ну, около 100, да? Смотрите, мы обучались в Москве, в городе Москва на клинического психолога. Мы обучили 40 специалистов из нашего именно центра. А в будущем, конечно, хотелось бы, чтобы с других ведомств тоже собрать психологов и тоже отправить на переобучение. Вот практически сегодня, наверное, сейчас наши специалисты получают свои дипломы. Они обучались в этом году, получается? В этом году, да. Это некая программа переподготовки? Да, в городе Москва. Это обучались очно 2 недели, а в остальное время это дистанционно. Именно вот работать с участниками, с семьями специальной военной операции? Да. Именно вот с такими ситуациями? Физиологической и вообще касались вопрос ПТСР, то есть посттравматического стресса, как с этим работать именно. Ну, те парни, которые там, они, конечно, получают стресс, и поэтому с медицинской точки зрения, с психиатрической точки зрения, всему переобучились. И спасибо, конечно, пользуясь случаем. Хотелось бы сказать спасибо нашему правительству, что выделяет внимание психологам. Это очень важно. Вот, дорогие наши гости, вот хочется сказать, что одной из новаций сегодняшнего дня в области развития психологических служб в нашей республике является внедрение, до должности на муниципальном уровне главных муниципальных психологов. Да такого ведь раньше не было. Конечно, такого раньше не было. Это с этого года мы начали. Первый проект мы запустили в Намском районе, второй в Кангаласском, а и вот летом в Амкинском районе. Цель главного муниципального психолога является именно сплотить психологов, именно координировать и металлически помогать. Бывают же случаи, когда с ребёнком работает несколько психологов. Ребёнок начинает раскрываться одному психологу, приходит второй психолог, и приходится ему тоже раскрываться, либо не раскрываться. Ребёнок будет и вообще отказывается. То есть ещё больше трудную жизнь он завутывается элементарно. Если проще сказать, то так. То есть мы когда сегодня говорили, мы сказали, что разные ведомства, Минтруд имеет своего психолога, МЧС у своего психолога есть, и у нас есть свой психолог. Поэтому внедрение должности главного внештатного муниципального психолога является задачей скоординировать на территории района УЛУСа, в нашу республику, в работу всех психологов. Это очень, наверное, важно и правильно, и очень надеемся, что в каждом УЛУСе у нас такое появится. Ну, дорогие наши гости, Анатолий Васильевич, Ольга Игоревна, хочется сказать, чтобы в заключении нашей передачи, которая сегодня была посвящена четвёртому форуму психологов республики, ваши самые искренние пожелания нашим жителям республики, какие будут? Анатолий Васильевич, пожалуйста. Ну, быть открытым друг к другу, и, конечно, сейчас тяжёлое время, если видите то, что кому-то трудно, тут главное, границы, есть границы между сожалением и вот жалостью. Жалеть не надо, надо вот помочь ему именно. Вот, что ты сидишь, давай я тебе помогу вот так, чтобы он встал и двигался. Так, я, в свою очередь, хотела бы пожелать семьям в первую очередь обращать внимание, особенно нашим жёнам и матерям, которые ждут своих бойцов, обращать внимание на своё внутреннее психологическое здоровье и помнить вот одну такую хорошую, простую истину. Если здорово я, ну, моя душа здорова, значит, будет здоров мой муж, психологическое его здоровье, мои дети и всё моё окружение. То есть, начинать всегда надо с себя и никогда не закрываться. Доверять, понимаю, сложно, но хотя бы первый шаг можно сделать, как раз-таки прийти к нам и начать работу. Да. И пользуясь случаем, хочу поздравить основательницу нашего центра Туприна Октябрина и Ксенофонтовна с днём рождения. Сегодня у неё день рождения. Мы очень рады, что она очень много работы сделала, чтобы этот форум, это результат работы нашего центра, нашего директора Склявина Владимира Борисовича. Вот поэтому сейчас... Мы присоединяемся и желаем, самое главное, здоровья, успехов, чтобы также дальше продолжали работу. Я думаю, все присоединятся и ещё раз это искреннее пожелание здоровья, счастья, чтобы она также активно продолжала свою работу. Дорогие телерадиослушатели, мы были сегодня очень рады поговорить на очень, на самом деле, важную, животрепещущую проблему, психологического здоровья. И очень мы рады, что у нас в республике есть такие психологические службы, которые координируют Якутский республиканский психологический центр. Обращайтесь, пользуйтесь услугами, если какие-то есть возможности. Там практически работают бесплатно. Это очень важно. Дорогие телерадиослушатели, пожалуйста, берегите себя, своих близких, будьте здоровы и никогда не замыкайтесь, будьте открыты этому прекрасному, замечательному миру. Мы пожелаем успехов нашему форуму психологов республики. Сегодня с вами был Юрий Семёнов и за режиссёрским пультом Михаил Эверстов и Ольга Степанова. Мы говорили о четвёртом форуме психологов. Будьте здоровы, счастливы и до новых встреч. До свидания.